Друг мой, сегодня я спасу тебя. А он, он поплатится за все, что сделал. А он, он поплатится за верный путь, если мы сумеем каткурс, Деви распахнут, па-па-па-па-ра-ра-па-ра, сказочный патруль. Так, что тут у нас? Балсон в звездную ночь. Хорошо. Провести. Так, двести золотых на ремонт фонтана. Выдать в полном объеме. Сладких снов, ваша сказочность. Спите вечно. Ну как, выяснили, что в ней за чары? Нет, и это очень странно. Эта древняя магия ни на что не похожа. Может, это дело рук повелителя? Но зачем повелителю каменить, обкаменивать, превращать железяку в камень? А может, в этом и весь смысл? Железяку попытались заколдовать, когда он искал своего пропавшего отца, так? Ну да. А что, если это не первое исчезновение? Посмотрим место в новостях. Таинственное исчезновение русалки. Исчез тролль. Тролль. Гном. Спорю на полцарства, что они музыкальную шкатулочку послушали и... Ох, это птичка-сказочника. Ох, она пугала же-то нас. Что с тобой? Девочки, похоже, со сказочником что-то случилось. Спокойно, мы поможем. За ней! Эй, мы еще не закончили. Да, а как же расследование? Мой отец. Подождите нас здесь. Мы быстро. Одна нога здесь, другая там. Не скучайте. Почему? Почему ничего не получилось? Жизненная энергия должна была вернуться к тебе. Как только уснуло это злодейское высочество. Неужели не ошибся? Ну, какой же он хорошенький. Ну, когда спит, мурлычет что-то. Чашку полной сметанки опущу я в беларки. Нашел время стихи читать. Девочки, помогайте уже. Может, все-таки получится его разбудить. Господин сказочник. Подъем! Пора вставать! Почеши меня за ушком. Повернусь к тебе, я варюшка. Да он и девается! Господин сказочник, проснитесь, пожалуйста. Не помогает. Это явно какое-то заклятие. Посмотрим, смогу ли я найти его источник. Патруль? Что вы сделали с нашим регентом? Отвечайте! Мяу-мяу, мои усы. Предмет зависти лисы. А мы, мы ничего. Он уже такой был. Спал. Да, нас птичка позвала. В сторону я разберусь. Да это же проклятие спящей красавицы. Чары вечного сна. Это покушение на нашего регента. Покушение? Чем мы можем помочь? Да, приведите песочного человека. Он лучший специалист по заклятию. Хотя стойте. Он же еще в спячке. Так, Никифер в командировке. Ундина слишком дорого берет. Вот, приведите Ибандюка, друида. Да поскорее. Сделаем. Ебатюк. Ой, Саша, а где? Привет, ну тут заняты немного. Вася, скорее. Меч у меня, выдвигаемся. Вася. Ага, сейчас, сейчас. Тут просто герои нашли, как обойти силовое поле. Да отложи ты уже этот комикс. Мальчики, сейчас не время книжки читать. Ага, скажи ему. А то этот ботаник комиксов про каких-то компьютерных героев у себя в рюкзаке нашел, теперь сочитывается не оторвать. Они не компьютерные. Просто в игру попали. А Индюк опять из-за какой-то ерунды шумит. А тут такое. Этого дворца сейчас такое. Сказочник околдован. Нам срочно нужна помощь друида. Друиду самому сейчас помощь нужна. Вот, полюбуйтесь. Брызать детей срочно сюда. Она меня нашла. Она уже здесь. Ну дела. Что ж мы стоим? Ведите нас к своему Индюку. Срочно. Кажется, пришли. Друид должен быть здесь. Вы подбивились на конец. Спасайте меня, кто как может. Сказочный патруль и герои земли приготовятся к бою. Ой, белочка, какая миленькая. Миленькая. Да это чудовище. Чуть не укусило меня. В ногу. Верните орех. Пожалуйста. Какой орех? Который лежит у вас в правом кармане халата. Нет, не могу. Я уже 300 лет и две недели как составляю справочник сказочной ботаники. У меня не хватает только данных о золотых орехах, чтобы закончить его. Ай! Не-не-не! Слушайте, это все очень интересно, но у нас важное поручение из дворца. Там сказочник уснул волшебным сном. Да. Нам очень нужна ваша помощь. Нет, нет и нет. Что хотите, делайте. А без своего золотого ореха я с места не сдвинусь. Лучше договоритесь с Белкой. Ну понятно. Белка говорит, что просто так орех не отдаст. Но может поменять его на что-то не менее ценное. Всего-то! Ну-ка, дорогу! Да ладно, он захватил город! Как так? Давайте, ребята! Неужели у вас нет ничего более ценного? Ого-го! Интересно, как герои теперь выпутываться будут, да? Варя, может, ты тогда сказочника сюда телепортируешь, а? Опять на самом интересном месте закончили. Хорошо, что у меня продолжение есть. Тоже хочешь продолжение узнать, да? И я тебе принесу. Нет! Стой! Ни слова! Тихо ты! Продолжение хочешь? Меняем орех на комикс. Договорились? Ну, все довольны? Давайте уже во дворец. Вася, пойдем. Я скоро вернусь. Ввести дочитаем. И чур не спойлерить! Так. Посмотрим, посмотрим. А куда визир делся? Странно. О, что-то есть. Иголка. Ура! Получилось! Скажешь, не патруль? О, и друильда. Юный герой. Что-то случилось? А вы не помните? Кто-то усыпил вас. Усыпил? Так я работал. Утомился. Вот и уснул, наверное. Я так не думаю, дорогой мой сказочник. Эта волшебная игла накладывает чары вечного сна. Ну, откуда в дворце такой вещи взяться? Не знаю, не знаю. Но ее срочно надо обезвредить, пока она еще кого-нибудь не усыпила. А теперь поместите иглу в антиволшебное поле. Да осторожно! А теперь дайте-ка взглянуть. Я редко ошибаюсь, а тут... Да, проклятие как не бывало. Так что теперь это просто часть путеводного клубка. Путеводного? Не может быть! Ведь... Продолжение следует...